Дом номер 92 по улице Смирнова начал разрушаться. В одном из подъездов рухнул потолок. Сейчас опасные, по мнению жильцов, перекрытия подпирают балки. Наш корреспондент Лариса Куренкова побывала в двухэтажке и выяснила, что собственники уже несколько лет добиваются, чтобы их дом признали аварийным. Сейчас дом 92 по улице Смирнова стоит практически на пустыре. Говорят, что соседние дома по Петра Сухова 30 и Смирнова 94 примерно тех же годов постройки давно снесли, а жители расселили. Их дом и сносить не нужно будет, сам рухнет, уверены жильцы. Тем более предпосылки к этому есть. Буквально накануне во втором подъезде оголилась часть стены. Говорят, по счастливой случайности, десятки килограммов штукатурки не рухнули кому-нибудь на голову. Сейчас ненадежные конструкции по всему дому подпирают балки. Кухня, место общего пользования, подплита общая. Ставим, например, покушать вальню, все с крыши, с патрука сыпется. Вот сделали, пришли подпорки. Трещины в стенах, проблемы с электропроводкой, системой отопления, кровлей, вентиляцией. Повсюду царит плесень. Жильцам даже трудно припомнить, что в их доме не привело бы в ужас. Елена живет здесь с самого рождения и знает историю дома досконально. Рассказывает, построен он еще в 1952 году военнопленными японцами. В 70-х годах был проведен ремонт. А пару лет назад собственники за свой счет провели экспертизу, которая подтвердила аварийное состояние почти всех систем жизнеобеспечения дома. Мы падаем, рушимся, как рухнул 33-й дом по эмиле Алексеева. С которым, с этим домом, с домком этого дома, в 2012 году в один день мы были на Международной комиссии. Одна и та же организация, стройинженерик, делала нам экспертизу. И в этот день нас обоих, и тот дом, и наш дом, аварийным не признали. Но процент износа той экспертизы у 33-го дома был 53%, а у нас 58%. Вопрос, почему мы еще стоим. Так как межведомственная комиссия не признала дом аварийным, он не подлежит ни сносу, ни даже капитальному ремонту. Собственники говорят, что согласны были бы на реконструкцию, если это позволит улучшить не только внешний вид двухэтажки, но и коммуникации. В администрации города советуют жителям более активно работать со своей управляющей компанией. Сейчас это УК доверия. Например, вовремя ворошить снег, чтобы не мог фундамент. Проще говоря, по-хозяйски относиться к своему имуществу. Понятно, что рассматривать его состояние как идеальное или близкое к этому сейчас невозможно. С другой стороны, выводы компетентных органов и комиссий, которые занимались обследованием конструкции, позволяют сделать вывод о том, что признать его аварийным сейчас и подлежащим реконструкции не представляется возможным. Вместе с тем, по словам Станислава Тетерятника, в адрес управляющей компании городской комитет ЖКХ направил рекомендации установить маяки на трещинах и в ежедневном режиме отслеживать ситуацию. И если она будет меняться в худшую сторону, будут приняты все меры, чтобы обеспечить безопасность жильцов. Лариса Куренкова, Павел Лаурнин, информационный канал «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова